Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Утка по-китайски будешь? Утка получилась идеальная. Хорошенькая уточка. Это вообще супер. Обязательно нажимайте на колокольчик. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. В сегодняшнем видео я закрываю сезон земляного тандыра. Сегодня 14 октября. Солнышко. Тихо. Вы сейчас обалдеете. С днём рождения, канал! Сегодня один год исполняется. Ты уже забыл. Да, из 100 поводов, друзья. Сегодня моему каналу «Вкуснее, чем дома» исполнился один год. И сегодня я буду готовить утку по-китайски. Сегодня день. Друзья, сегодня очень много поводов для того, чтобы мы с тобой со своим отпраздновали. Это божественный праздник Покрова. Еще день украинского казачества. День защитника Украины. И, конечно же, сегодня исполняется ровно один год с момента, как у меня вышло на канале «Вкуснее, чем дома» первое видео. Для того, чтобы земляной тандыр очень хорошо прогревался, нужно всегда его закрывать. А я пока буду готовить уточку. У уточки я замотаю фольгой вот эти ручки и ножки. На дно казанка я положил обрезь жира, который был в уточке. Начинаю с морковки. Пока я буду наполнять казанок овощами, посмотрите, пожалуйста, как я мариную утку. Я вырезаю внутри жирок. Теперь, друзья, здесь есть очень много споров. У утки есть гусочка и в ней есть железы. И я их оставляю. Как хотите, так и делайте. Но хвостик у утки я буду оставлять. Теперь я отрезаю половину руки у утки. И здесь то же самое. И теперь я отрежу шейку. Шейка мне в тандыре абсолютно не нужна. А из нее будет очень вкусный бульон. Теперь для того, чтобы кожа у утки стала гладкая и стянутая, я ее буду обдавать кипятурчиком. Так кожа, видно, потихонечку медленно стягивается. Я ее медленно поливаю. Смотрите, прямо вот четко видно, как кожа начинает вот на ножке натягиваться. Ух ты, как она убегает. Посмотрите, как красиво. Я решил сделать утку по-китайски. Я буду использовать классическую китайскую смесь 5 специй. Смесью 5 специй я натираю утку внутри. 2 чайных ложки с горкой смеси будет, на мой взгляд, достаточно. Уточка весит 3 килограмма. На размер такой утки я беру 2 столовых ложки соли. Потому что вкус был более богатым. Я использую вот такую маленькую бутылочку. Это устричный соус. Вот столько будет достаточно. Я буду использовать для фаршировки утки по-китайски. Апельсин. И укладываю чеснок, яблоки и апельсины. Белый перец. Утка очень жирная птичка. Часть жира я уже из попки вырезал. Но основная часть жира на грудке осталась. Для того, чтобы этот жирок вытапливался и смачивал шкурку уточки при запекании в тандыре, я беру зубочистку и вот так прокалываю кожу. Сверху я посыпаю уточку размолотым белым перцем. Теперь поливаю обычным растительным маслом. Утку я оставляю при комнатной температуре. И через 2-3 часа я иду разжигать земляной тандыр. Шампиньончики, картошечка, баклажанчики мои любимые, морковка, репка. Сверху на лучок я кладу зеленый болгарский перец. Я взял бамбуковые шпажки, опустил их в казанчик. И получилось вот такое подобие корзинки. Я опускаю курочку, я опускаю уточку в земляной тандыр. Вот так. И набрасываю туда овощи. О, зашипело. Накрываю все листом металла. Теперь вот так. Пока я сейчас временно прикрою вентиляцию, а потом чуть приоткрою. Были некоторые нюансы, были сложности, но утка по-китайски, по моему собственному рецепту, с моей черной рукой уже получилась. Сейчас она будет отдыхать минут 5-10. Соки в ней разойдутся. А я вам расскажу, что все-таки случилось. Когда я взял казанок и обвернул его фольгой, то получилось, что вся утка была защищена от жара земляного тандыра фольгой. И она абсолютно не готовилась и даже не грелась. И это я узнал через 20 минут. Поэтому я фольгу снял. И потом уже мне пришлось немножко поднимать температуру в самом тандыре, чтобы все опять заработало. Овощи мы сняли буквально минут 20 назад. То есть час времени готовились овощи, и весь жирок с утки капал в казанок. А потом еще минут 15. Уточка прогревалась уже и немножко подкапчивалась дымком. Поэтому утка получилась вот такая красивая. Я ее попытаюсь поднять. Вот. Она золотистая. Через эти микроотверстия, которые я сделал зубочисткой, весь лишний жир вышел именно вот сюда в овощи. Мы его уже убрали. Я слышу аромат яблок. Ах, классно! Уже очень прохладно. Солнышко село. А у меня вот здесь, внимание, здесь у меня настоящий домашний виски. Здесь у меня смесь номер 5. У меня 8 смесей для виски. Здесь пшеница, овес и очмень. Аромат очень хороший, устойчивый аромат зерновых. Немножко ноток чернослива, нотки какого-то сладкого. И вкус. Вкус. Я отчетливо слышу вкус именно овса, терпкость дубовой щепы, благородность зерновых. Но я очень хочу попробовать уточку. Я знаю, и это моя любимая пословица, что птицу, рыбу и девицу бери руками. Вот здесь, где была фольга на ножках у уточки, прекрасно все сохранилось, очень красивенькое. Ручки у нее тоже замечательные. Благодаря тому, что я сделал укольчики, у нее весь лишний жирок вышел. Вот эти отверстия, это я проверял степень готовности. И самая любимая и самая вкусная часть у утки, для меня лично, и я думаю, для всех гурманов, это, конечно же, ее грудь. Потому что грудь, это всегда хорошо. Я хочу, и я скажу, если утка будет сырая, я вам об этом сразу скажу. Внимание, смотрим на разрез. Мясо у утки, естественно, розовое, но никакой розовой сукровицы нет. Мясо еще достаточно горяченькое. Но корочка так классно пахнет. Вот такая золотистая корочка. Начинает выделяться сок именно из мяса грудки. Она такая горячая. Я сейчас отрежу маленький кусочек и хочу его сразу скушать. Грудка получилась бесподобная, просто божественная. Снаружи корочка, которая пропиталась ароматом дымка. Внутри мясо, которое пропиталось именно ароматом китайской смеси специй, 5 пряностей, а также ароматом апельсина и яблока. Я пока еще до начинки не дошел, потому что для меня все-таки, как для дегустатора, важно именно мяско. Можно и мне попробовать грудку? Это божественно! Теперь самое важное. На грудке у уточки всегда есть много жира. Благодаря моей перфорации зубочисткой весь лишний жирок вытопился вот сюда в овощи и овощи пропитались ароматом и жирком уточки. И сейчас я их попробую. Вуаля! Так здесь же еще что-то есть. Здесь есть и апельсинчик. Горячее, оно все горячее. Здесь есть яблочко, великолепнейшее яблочко. Изнутри вырывается такой сильный аромат яблока. Яблочко пропиталось именно жирком уточки. Я даже не подозревал, что такое возможно именно яблоко со вкусом утки. Утка получилась идеальная. Друзья, если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте вот такие, вот такие громадные, громадные лайки. Жирные, потому что уточка жирная. Пишите комментарии, как вам понравилось мое приготовление утки, как готовите утку вы. И обязательно подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня – это самое спокойное место. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok